Хорошо. Табоат, мы говорили, табоат – кольца, да? Табоат – кольцо. Тева – это характер, сущность. Тов – хороший, да? Тева – это характер, сущность. Тева – характер, сущность. И у Ковчега было четыре кольца. И это четыре сущности, четыре характера Ишуа. Пиши, четыре характера Ишуа. Бог, человек, царь, слуга. Бог, человек, царь, слуга. Помните, мы говорили о четырех цветах. Бог какому соответствует? Синему цвету. Человек какому? Белому. Белому. Царь, пурпур, да? И слуга это цвета крови. Тоже красная, да, но более темная. Более темная. И слуга это цвета крови. Хорошо. Еще слово тава. Тава означает тонуть, погружать. Помните, мы говорили о ковчеге, в котором сидел Ной, и он как назывался? Тейва, да? Тейва спасательная капсула современная. И в рите. То есть, это было спасение наше. Спасение наше проходит через четыре сущности Ишио-Мессии. Кольца цельные. Значит, они из золота сделаны. Ее кольцо нельзя разорвать или разогнуть, да? Без нарушения его структуры. Хорошо. Еще вот интересно, что видите, кольцо – это символ бесконечности. Да? У кольца начала нет и нет кольца. Конца. Не зря вот это посвящение производилось посредством кольца. Да? И кольцо еще означает наше посвящение. Посвящение. Потому что невеста, именно она посвящалась. Она не выходила за муж, не выходила перед муж, но она посвящалась мужу. Что значит посвящалась? Она отделялась от всего мира и была посвящена только своему мужу. И больше никакой мужчины не имел права на нее претендовать. Мы знаем, что посвящение еще тоже посредством кольца в диване в ухо совершалось, да? Еще очень интересно, вы смотрите, мы говорим калач, да? Но вы знаете, что калачи – это свадебные еврейские обычаи, говорите, калач. Калач, он делается в виде кольца. И если замечаете, хала, она удлиненная, но калач круглый. И оригинальный калач, он делается из каких? Из трех завитых, вот точно таким же образом, как делается хала. Но только в отличие от халы, калач представляет собой замкнутый круг, да? Вот видите, кола – это круг. Невеста, видите, кала, совершенная, не имеющая изъяна, не имеющая разрыва, да? Колесо, русское слово тоже, имеет тот же корень, кола, круг, да? И койлач, койлач – это идишское слово. И отсюда произошло какое русское слово? Калач, да? А насчет одесских бубеньков и московских баранков, вы знаете, что это еврейское изобретение? Вот, вот это багл, багл или там множество баглс, там, помните, нас хотели долго выжить эти баглсами, когда я понял, что это обыкновенные бублики. А потом я прочел статью про бублики. Как же возникли бублики? Оказывается, это очень интересная история. Бублики возникли в связи с определенным историческим событием. И в связи с определенной пощечиной, которую дали евреи исламскому миру. Знаете, евреи несколько пощечин дали исламскому миру. И одна из этих пощечин была в 1670 году. Примерно. Я не помню, может, там плюс-минус сколько-то лет. В это время Турецкая империя была на вершине своего могущества. Она покорила практически всю Восточную Европу. Вот весь юг Украины был. Крым, Бессарабия, Венгрия, Болгария, Югославия, Греция. Вот все эти территории. Албания, да? В Венгрии. Часть Чехословакии. Часть Чехословакии южная. В том числе и Прага. И была осаждена Вена. То есть, если бы Вена пала, Австрийская империя прекратила бы существовать. И тогда обратились к человеку, который стал спасителем этого. Это был польский генерал Ян Собеский. Но он был Ян Собеский. Но вообще-то, видите, рай Собеса тогда не существовало. Я его видел в фотографии, видел его подлинное имя. Вы знаете, евреи, когда крестились, они меняли имена. Его застоящее имя Яков Шабоский. То есть, тоже самое Шаботай, да? Яков Шабоский. Яков Шабоский, и это был генерал Женщепосполита Польской Республики, пришедший на помощь. И в результате осады в Вене было снято. После этого турки терпели поражение, за поражение. Пока в конечном счете, если я не ошибаюсь, в 1918 году Турецкая империя перестала существовать. Вы помните, в 1920 году произошла революция у них. И уже после этого Турецкая Республика. Сейчас Турция довольно мирное государство, идущее по западному пути. И единское исламское государство, которое не занимается вот таким вот исламизмом, преследованиями и так далее. Но все началось с этого. И тогда решили евреи в Вене отметить это радостное событие. Слово «бегл» означает «стремя». И вот в память о «стремяне» так назвали эти бублики. Тесто для бубликов делалось сдобным, потом обваривалось кипятком, а затем пеклось. Когда мы будем говорить о жертвоприношении, оказывается, есть такое жертвоприношение, которое делается таким же путем. И вот я думаю, а вдруг наши вот евреи ели бублики. Можно ли вы себе представить? Такое. Мы же не знаем, как выглядели хлебы на шивот. И это вполне реально. Так что бублики – это тоже изобретение евреев. И баранки, соответственно, еще образом. Итак, видите, посвящение. Четыре сути еще, да? И благодаря этому мы можем быть посвящены Господу. И эти кольца, с помощью них консился Ковчег Завета. Дальше углы. Русскую Библию читаем, каноническую Библию. И вылий для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах. Два кольца по одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Нашли? Исход 25. Глава 12 стих. Я человек, который любит отыскивать парадоксы. Да? Есть доксы и есть парадоксы. А почему я нарисовал здесь на верхних углах? Никто меня не спросил. Я уже сказал. Да, на них неудобно было. Потому что это неправильный перевод Библии. И отлей для него четыре золотых кольца, и припекепить четырем углам его. Два кольца на одной стороне, и два кольца на другой стороне его. Никакого слова нижний абсолютно нет. Вместо слова на нижний состоит слово из углов. Из углов. Ну и мы видим, по логике, никак кольца не могли находиться на нижних сторонах. Иначе бы неудобно было носить такой ковчег. Значит, угол. Здесь употреблено слово. Угол ПААМ. ПААМОТАВ. Углы ПААМОТАВ. Есть спина, угол, да? А здесь употреблено другое слово. ПААМОТАВ, да? ПААМОТАВ. 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 Извиняюсь. ЮДВАВ. ПААМОТАВ. Какие углы? Его. ЮДВАВ. ПААМОТАВ. И следовательно, один угол, это как? ПААМ, да? ОТ, это множественное число, АВ, его. Углы его. Итак, ПААМ. Что означает ПААМ? ПААМ означает биться, как сердце, пульсировать. Помните? КОЛЬ ОТБОЛЕВА ПЕНИМА, ПАКА СЕРДСЕ БЬЁТСЯ, НЕФИШ, ИГУДИ, ЦОФИЯ, ХОМЯ. КОЛЬ ОТБОЛЕВА ПЕНИМА, НЕФИШ, ИГУДИ. Как? НЕФИШ, ИГУДИ. Как дальше? Что она делает? ХОМЯ, да? Или ЦОФИЯ? Ну, не помню. В общем, пока в груди бьется сердце, да? Вот, в груди еврейское сердце обращено на восток. То есть, значит, ПААМ означает биться, пульсировать. ПИЭМ биться и двигаться. Отсюда колокол будет, как ПААМОН. то, что бьется, да? Или по-русски БИЛО. Помните, есть такое выражение? БИЛО. Раньше употреблялось. Старинное русское. Сначала колокол. То есть, это как бы калька всееврейского слова. Значит, ПААМ биться, как сердце, пульсировать, быть подвижным, воодушевленным, двигаться. Итак, значит, углы и четыре стороны, четыре угла, и мы должны двигаться, да? На все четыре стороны. А какие эти четыре стороны служения, они воплощаются, это уже другая траконта, другой символики. Помните, в видении, которое видел Ехескель, да? На какой горе, на какой реке? Ну, посмотрите, на какой реке Ехескель, и Езекиель, первая голова. видел это видение. Да. И он видел четырех животных, или ангелов с лицами, да? Ну, вот, какие там были? Да, Хавары, Хавэр. Да, Хавэр, это что? Мехабэр, присоединение, да? Хавэрим, это соединение. Вот на этой реке Хавары произошло, как бы, присоединение и видение Бога. Хорошо, и что он увидел? Он видел четырех животных, да, которые шли по четырем разным сторонам, и это, как четыре стороны нашего служения. Итак, значит, мы должны служить Господу, мы должны двигаться, да, биться, так, как ведет нас, кто? Дух Святой, да? И это четыре стороны служения. Следующее, значит, сделай из дерева сетим шесты и обложи их золотом. Значит, бад это шест, бад. Бад. Множественное, значит, бадим, так, но так, как здесь смехут, еще есть дополнение, получается, бдей. Бдей, да? Бдей, шестый. Бдей, шестый. А ну-ка, по-русски прочтите. Бди. Бди, да? Бди. Когда мы делаем очищение от хамыца, как это называется? бди, кат, хамец. Отсюда выражение, будь каким? Бди, тельным. Да? Бди, бди, будь внимательны. Бдей, бдей. Значит, бад, это имеет несколько значений. Ткань, материал, полотно, шест, столб, часть, порция, а также ложь, выдумка, вымысел, бадат, быть в одиночестве, леват, одиноки, лават, объединяться, и слово беда, фальшь, ложь. Поэтому еврейское слово беда, что означает? Помните, была шхуна беда? Да? Вот, фальшь, ложь. Хорошо. Очень интересно, да? И вот был случай, когда внесли ковчег, везли, вернее, тележка накренилась, один человек попытался поправить ковчег на ней и упал за метро. Давид рассиделся на Бога и стал нести ковчег в город и оставил его у Авет-Эдома. Некоторые говорят Авет-Дар, там есть два разных перевода одного и того же имени. Авет-Эдом, все-таки красный, красный рабочий, красный рабочий. И дом этого человека Бог обильно благословил. И затем, гораздо позже, Давид получил слово от Господа и перейдет ковчег туда, где он должен был находиться. И уже тогда ковчег несли на плечах. И вот несли на этих бдей, да? То есть, первоначально его везли, и шестов не было, и не за что было взяться. И захватился человек за что? За корпус, находившийся под напряжением. И получил удар. Но затем ревиты уже стали нести, где они несли? На плечах, да? На плечах своих. Нести на плечах своих. Это были люди, которые были полностью и истинно посвящены Богу и отдали Ему себя на служение. И отдали Ему на служение. А те люди, которые были непосвящены и подходили ко чему, что с ними случалось? Да. Они получали поражение. Хорошо. И сказано, что вытаскивать шесты из колец нельзя. Только кольцо – это путь в вечности. Входите тесными вратами, потому что широки врата и распространен путь, ведущий погибель. И многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий жизнь, и немногие находят их. Матфея 7, глава 14, 13-14 стих. Значит, видите, и это еще означало готовность быть постоянно, подняться по первому зову Господа. Если бы начали вдруг где-то искать шесты, а может еще не эти шесты, а другие шесты, их надо вставить. А так, когда поднимался ковчег, говорил, поднимался столб, говорил Маше, Кума, Адонай, брали ковчег и сразу нести. И не надо было браться, искать эти шесты по полчаса. То есть, это готовность что? Сразу же выполнить Божью заповедь, сразу следовать за Господом. Хорошо. Крышка, Капара. Капара. И есть праздник, который тоже сходный. Какой? Йом? Кипур. Да? Йом Кипур. Да. Капара это крышка. Йом Кипур это мы говорили день искупления. Да? Судный день, день искупления. То есть, слово Капара означает крышка, покрывать. Отсюда нагоренные слова Капар, Капот, Кепка, Кипа и так далее. Да? А также Капут. Да, Хитлер Капут. Да. Итак, значит, Капар, да? Это крышка Капара, а также слово покрывать, различные однокоренные слова, в том числе Кипа и Кепка. Кстати, вы знаете, что Кепку, которую носил Владимир Ильич Ленин, придумали хасиды. Это традиционный хасидский головной убор на определенной группе хасидов. Кстати, до апреля, до Пасхи 1917 года, Ленин не носил Кепку. Он носил котелок. Вообще, там он жил среди буржуев немедлых, Швейцарии и во Франции, и там поглядывал на них, так сказать, видимо, свою злость копил на буржуйский образ жизни и носил буржуйский котелок. Но когда он приехал в Россию, и вообще некоторые вещи, которые из жизни Моисея или там Иешуа, он тоже свой нагорный проповедь сделал с броневика, да? И как Моисей поднимался на гору и принес скрижа Елизавета, так товарищ Ильянов поднялся на броневик и принес всем апрельские тезисы знаменитые, да? Есть тоже какие-то события. Кстати, Сукот он тоже праздновал, вы знаете, да? И причем именно в то же время, когда праздновали Сукот, что характерно. И так, значит, копора покрывать. Но также еще кафар означает смолить, и когда говорится о ковчеге, в котором плавал Ной, что он был сделать? Да, он был кафар. А смолен, да? С наружи и изнутри. Поэтому асфальт, смола, битум. Кипер прощать, извинять, заплатить за кого-то. Кеф это изменять, аннулировать. И кафар, кафар это отрицать. Кипер прощать, изменять, извинять, извинять, заплатить за кого-либо, так? Кеф отменять, аннулировать. И еще, значит, это слово означало, кафар означало отрицать или быть еретиком. И в арабское слово, как называется неверный? кафир, да? Кафир, да. И это еще напоминает на кипур. Кипур это что? Потому что жребий, да? Кипур. Потому что жребий. И праздник Пурим, который мы празднуем, это тоже однокоренное слово. Итак, видите, Кавчег Завета был осмолен, Кавчег этот, Ноя был осмолен, да? Снаружи и изнутри. и он был покрыт. Это было покрытие, которое помогло, несмотря на бурные воды, которые проходили, и страшные вещи, и ни один нормальный корабль не мог сохраниться в целости. Однако Кавчег Ноя да Тайва он сохранился и спасены были те, кто находились в нем. Почему? Потому что они были покрыты. И с другой стороны, это означает, что отмена. Отмена. и выбор. Мы были в грехе, да? Помните, как были два совершенно одинаковых ягненка. Один должен был умереть, другой куда шел? Ле-Азезель, да? Ле-Азезель. Один шел в жертву Господу, другой шел Ле-Азезель. И осуществлялся определенный выбор. И что сделал выбор? Да? Вы помните, он мог и не погибнуть. Он пошел добровольно на смерть. Это действительно кажется нам юродством. Но это факт. Некоторые говорят, что же это у вас за Бог, которого распяли? Можно Бога убить? Можно Бога распять? Да? Это удивительно. Он был Бог, он был распят. Он был Бог, и он был бессмертен, и воскрес, как Бог, и распят было что? Наша греховная человеческая природа. И мы имеем благодаря этой жертве особое изменение. То есть наш жребий изменяется на противоположный. Поэтому быть еретиком, отрицать или изменить жребий. Теперь относительно к крышке. Херувим. Херувим. У нас слово херувимы множественное число. Но это вы понимаете масляное масло, да. Нельзя сказать. Это все равно что сказать Битлзы. Да? Херувим и так по себе множественное число. Так же как слово басмачи, тюркское слово, это единственное число. Басмачи это один человек. Балакчи, басмачи, да? Да. Это единственное число. Означает басмонолет, басмачи означает налетчик, но не налетчики. А, кстати, как там у Чесов с Мишкой Япончиком был в друзьях посмотреть. Покажу я вам фильм. Хорошо. Так же и Крувим. Это уже множественное. Славить единственное число это что? Крув. Крув, да? Значит, Крувим. Но так как мы говорим Херувим, то какое Ка у нас? Ка Хав, да? Крув один, а множественное Крувим. Крувим. Один это Крув, а множественное Крувим. что это означает? Значит, у нас название Херувим, да? Это Херувимы. Херев это что? Меч. Ло изагой эльгоэ Херев ло эльмиду от Милхама. Это были ангелы, которые носили что? Меч. Меч. Ангел с мечом. Значит, Херувим это ангел с мечом. Да, ангелы правосудия. Некоторые произносят Керубим. Такое тоже есть. И еще слово Карав означает спахивать, целину и пахать. Распашите у себя целину. Помните? Да, Карав. И еще это же слово означает капуста. Вот отсюда короли и капуста. Помните? Это чисто еврейская ассоциация. Вот если не ошибаюсь, у Генри был папа ирландец, а мама еврейка. Так что он был кошарный еврей. И у него есть произведение такое о короле и капуста. А это как Малахим У Кру Вим. Да? Но Малахим ангелы Кер 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 Итак, ангелы Кер 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 Отсюда буквально означает типа вроде бузина, а в Киеве дядька. То есть хер только тут хет уже другое стоит. Хет. Хорошо. Итак, что значит это спахивать цельно пахать ангел Кер Кер и кап Кер 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 И капуста. Когда Адам был отделен от духовного мира, были поставлены херуим, ангелы-мечники с обращающимися, вращающимися, в другом варианте обращающиеся, то есть имеющие две природы, духовную и физическую, то есть обувь двухсторонний меч. Одна половина меча, одно лезвие разрубало физический материал, другая половина разрубала духовный материал. И ангел с этим мечом, если кто-то лез из физического мира, он рубил одной стороной. Если кто-то пытался из духовного мира физически пролезть, то он рубил другой стороной. То есть это, как вы правильно называете, ангел, существующий правосудие, да, а также ангел с духовными и физическими мечами. Да, да. А также вертолет К-50, где два винта находятся на одной оси и вращается один в одну сторону, а другой в противоположную сторону. Но благодаря этому этот вертолет не нуждается в стабилизирующем винте, который сзади. Вот наши боевые вертолеты. Кстати, знаете, что изображение боевых вертолетов и танков, и стелсу, вот эти технологии, есть на пирамидах египетских. Их херую, как два мотора вертолета, я цитирую, работающих синхронно, как ветер, дующий с равной силы на лист бумаги и удерживающий его в вертикальном положении. И никогда не будет так, чтобы один херую устал, опустил свои крылья. Это самые совершенные близнецы в мире. Их крылья всегда распростерты вверх. Они полны силы, могущества и победы. Как говорят, они осеняют, да? Осеняют, благословляют или защищают крылья. И крылья херувим. Там сказано, значит, будут кругы простирать крылья. Будут кругы простирать крылья. Там употреблено слово парас. Русское имя параша. Это слово парус. Совершенно верно. Парас. Распростертые крылья и парус. И парус имеет одну и ту же природу. Один и тот же корень. То есть там крылья, они раскрыты, значит, и парас расширяться, простираться, также вровозглашать, ломать. Парас. Это одно из имен. Парас. Да, Парас. Это одно из имен мессии. Он что делает? Это стенобитное орудие, таран, который пробивает брешь в стене. У Парас-то, и я распространю вас, ямала Кедма, да? Цафонова и Ягба. На север и на юг и так далее. Хорошо. И выделять, снять, различать. И также слово параша. Параша означает параша, поршин, по-моему, их порция, да? По-английски порция. А по-русски параша. Это часть, это часть, которую читает недельная глава, да? То есть слова будет параша. Не путайте с парашей. Хорошо. И они кнафим. 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 У Бога есть крылья? Нет. Есть. Есть. А какие там крылья? Не было крылья. Не было крылья. Вот такие крылья? Бог летает? Да. Без крыльев не может? Он же парьем в воду. А вот, когда человек благословляет или молится, поднимает руки, ну, это, конечно, не Бог. И у него здесь талит. Видели такое? Так вот, крылья талита тоже называется кнафим. И в Новом Завете они увеличивают воскрылья свои, да? То есть, у кого талит был больше, тот был более крутой, да? Более болезненный. Да. То есть, есть такое мнение, что у Бога есть талит. И когда он благословляет, это кнафим, именно крылья талита. Крылья талита. Кнафим еще слово, канав, окружать. Окружать, да. Слово сакана означает опасность. И они поднимаются. Поднимается. Аллах. Да, помните? Алим. Они поднимаются вверх. И покрывает. Здесь называется сахахим. То, что они крылья там, как в русской Библии сказано, осеняют, да? Осеняют, а мы не знаем, что такое осеняют. А здесь сахахим. От слова сахар. С одной стороны, слово сахар тоже интересно. Сахар, с одной стороны, означает защищать, прикрывать. А с другой стороны, зарплата. Да? То есть, один из сыновей Якова, его звали, есть зарплата. И ешь сахар, да? Есть зарплата. Я когда иду к Александру Ивановичу, я думаю, ешь сахар. Вот, эйн сахар. Ешь, ешь. Аллилуйя. Ну, так как я живу от зарплаты для зарплаты, это очень для меня важно. Естественно. Хорошо. Сахар, видите? Защищать, прикрывать зарплата. Вот представьте себе, что наемный работник, да? Он остается без платы. И какое у него положение? Очень незавидное. Правда? Поэтому, видите, осенять и платить зарплату оказывается одно и то же слово. И когда я подхожу к Александру Ивановичу, он меня осеняет. Периодически. И это очень хорошо. И для меня приятно. Итак, видите, интересное. Сумма, сах, количество. Вот. А также, вот, однокоренное слово, сука, скиния, палатка или будка. Вот. Сука, шель, до том. Это что? Хижина дяди Тома, да? И шукат кэляв. Собачья будка. Это одно и то же слово. Еще идея. Херувим осеняющий – это ангел, который работает за плату. Интересная мысль. Поэтому он не сын. Поэтому он и упал. Может быть. Кто знает. Кто знает. Может быть. Может быть. Хорошо. Итак, херувим осеняющий. То есть, они защищающие. Они крыльями, да? И Бог имеет тоже крылья. Толит, который прикрывает нас от всяких неизгод. И сказано в конце дальше. И я буду являться 25 дробь 22. Я буду являться тебе там. И буду говорить с тобой над крышкой ковчега, между двумя кругами, которые на ковчеге свидетельствуют заветом. Так я буду передавать через тебя все повеления сынам Израиля. Итак, посреди двух кровим я буду открываться тебе. Значит, я буду открываться. А-де-ти. А-де-ти. Открываться. А-де-ти. Ад. Да? Ад. Я буду. А-де-ти. Я буду. Это прошлый слов. Но здесь В-А-де-ти. Помните, В-А в переворачивающий. И прошлое время превращается во что? В будущее. Видите, смотрите. А-де-ти. Ну, помните, мы говорили Адольф, Э-да. Да? Это тоже однокоренные слова. Вот, свидетель, Эд, Ад. Если мы без огласовок, Эдут, 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 Слово, означает откровение и свидетельство. На иврите слово откровение и свидетельство – это одно и то же слово. Итак, я буду тебе давать откровение. Значит, В-Э-да-ти. В-Э-да-ти. Я буду А-да-ти. Буду давать тебе откровение. Эдут – откровение и свидетельство. Эдун – радость, удовольствие, восхищение, величие. И однокоренной корень – Ган-Э-ден. Ган-Э-ден, помните, мы говорили райский сад. Или сад чего? Наслаждение. Видите, вот интересно. Эдут – это свидетельство. Да? И это наслаждение. Когда мы получаем от Бога свидетельство или откровение, мы имеем что? Наслаждение. Вот видите, в иврите – кусите и увидите, как благ Господь. Как это здорово, да? Еще это определяется одним словом – Эдут. Эдут. Эдут – наслаждение и в то же время удовольствие, да, и в то же время откровение. Откровение. И как керувибы – лицами в разные стороны или лицами друг к другу? Знаете, это… Поверились – вот так поставили болванчиков. Поссорились – вот так поставили болванчиков, да? Вот. И они стояли лицами друг к другу. Это место откровения. Это место откровения. И я буду передавать через тебя все повеления сынам. Здесь употреблено слово «цива». «Цива» – это то же самое, как «митсва», да? «Цава» – армия. «Цав» – заповедание. Приказ, да? «Цива» – корень «цав». Корень «цав». «Цива». «Цива» – а если говорим «ми» – «цва», да? «Митсва» – того же корня. «Цива» – повеление или приказание. Так? И выше, и выше, вы помните, «нахэш» – просто змей, «нахшон» – большой змей, да? Значит, «гэвер» – просто сильный человек, «гвартан» – богатырь, да? Крепкий мужик, да? Вот «эльгибор» – это «гвартан». А от слова «цива» – какое в превосходной степени происходит? «Н» добавляем. «Цион». 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 Что такое слово «цион» означает? Помните, видите, превосходно от слова «заповедь», да? Это высшая заповедь, лучшая заповедь, высший приказ. И «цион» – это «гора Си-он». Только это уже искаженное греческое произношение. «Цион». Хорошо, что находилось в ковчеге? Да. Значит, «штей лохот габрит» – это две каменные скрижали. Две каменные скрижали. Две каменные скрижали с десятью заповедями. Внутри ковчега находилось слово Божье, да? Дальше – сосуд с маном. Ман – это особый хлеб, да? Хлеб Божий или хлеб ангельский, и так, и так можно сказать. «Лехом Адонай», да? Ел человек. Вот. Хлеб – особый сосуд с маном. Также там находился рассветший жезл Аарона. Видите, слово Божье. Потом сосуд с маном – это обеспечение наше, которое мы имели в пустыне, да? В пустыне Бог кормил нас манкой, а также гречкой, перловкой. Вот, маном кормил. А еще жезл Аарона рассветший. А помните жезл Аарона, история жезла Аарона? Случай с жезлом Аароном. Что произошло? Это когда делили власть между собой. Да? Не захотели некоторые, типа, кореши из короха корейка. Да, вот это все ассоциации, видите? Кореи. И его ребята решили власть, да? И потом тогда сказали, вот вы все старейшие из Израиля, положите каждый свой жезл. И на следующий день посмотрим, что случилось. И что случилось с жезлом Аарона? Рассвел миндаль и тут же и плоды дал. Все за 1 сутки произошло. Шекет миндаль, да? И знаете, что миндаль – это самое первое дерево, которое цветет. Вот сейчас уже миндаль цветет. В Израиле уже сейчас цветет миндаль. У нас еще ничего, все деревья стоят голые. А в Израиле это первое, которое цветет, да. Это замечательный цветок. И видите, мы видим Слово Божье, пища и власть Божья, да? На этом мы, скажем, закончим. Перейдем к хлебам предложения. Можно будет показать хлебовое предложение, вот эту картинку? Или мне надо будет нарисовать? Вот, видно будет? Ну, сейчас уже выключили, сейчас просто наведите. Видно будет что-то? Ближе подойти надо, да? Нормально, да? Хорошо. Тогда сотрем доску. Хорошо. 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 Продолжение следует...